Гаражный кооператив на улице Альпийская. В боксах давно вместо железных коней живут люди. Владимир Черепахин в их числе. В его гараже уместились спальня и кухня. Хозяин позаботился и об уюте. Чего не скажешь о безопасности. Так не на своем месте оказался газовый баллон. Под вашим гаражом получается. Ну а если он взорвется? Не взорвется. Дай бог, чтобы взорвался. Хорошо. Эти требования необходимо выполнять. Требования просты. Газовый баллон должен находиться в металлическом ящике с вентиляцией и пометкой «Огнеопасно». За их несоблюдение административная ответственность и штраф. После таких мер Владимир Черепахин обязательно приведет свое газовое оборудование в порядок. Ящик сюда. Маленький баллончик. Все будет с вентиляцией, как положено. Всех буду инструктировать тоже, чтобы было более безопасно у нас. С улицы Альпийская на Пионерскую. Здесь только за месяц произошло два пожара. По предварительным данным, их причиной стала неправильная эксплуатация электрооборудования. Напомнить жителям этой улицы элементарные правила безопасности прибыли государственные инспекторы пожарного надзора. Если жители пользуются электроприборами нагревательными, то нужно помнить о том, что все розетки, вилки и приборы должны быть исправными. Нагревательные приборы запрещается размещать вблизи штор, мебели. Также электроприборы не следует оставлять в режиме ожидания. Нужно обязательно выключать все приборы из розетки. В некоторых домах на улице Пионерская до сих пор сохранилось печное оборудование, за которым глаз да глаз. Неправильная эксплуатация также может стать причиной пожара. Следующий пункт проверки – улица Транспортная. Эти дома остались от 44-го тоннельного отряда. Он, к слову, уже прекратил свое существование, в отличие от принадлежащего ему когда-то вахтового поселка, в котором до сих пор живут люди. Но документы – это полбеды. Главное, чтобы жители этого дома не подвергали себе опасности. Но происходит обратное. Опять же, газовый баллон не на своем месте. А ведь совсем недавно в соседних постройках, которые также когда-то принадлежали тоннельному отряду номер 44, газовый баллон стал причиной большого бедствия. Полностью выгорело два дома. Но в частном секторе такие случаи, к сожалению, не редкость. С начала года у нас зафиксировано 9 случаев возникновения пожара. Основными причинами является неосторожное обращение с самим жителей и нарушение правил эксплуатации бытового печного отопления. И в том числе это и короткое замыкание электропроводки, на которое необходимо обращать внимание самим жильцам. И проводить практические мероприятия с привлечением специалистов в этой области. Конечно, пожарные будут и дальше напоминать сочинцам, как уберечь себя от беды. Подобные рейды проходят регулярно. Однако и самим жителям стоит внимательнее относиться к своему жилищу, ну и, конечно, к своей жизни.